Так, стоп-стоп-стоп! Вы уже собираетесь строить свой загородный дом? Не торопитесь, потому что сейчас будет ваша любимая и очень важная рубрика «Сколько стоит дом построить?». И между прочим, это прям самая актуальная информация на июнь 2023 года. Поэтому смотрите это видео до конца, приготовьте листочек, ручечку, потому что вам придется записывать комплектации, цены, и после этого вы спокойно сможете методом умножения на калькуляторе посчитать любой дом, вот любой проект, который вам понравился. Поэтому давайте приготовьтесь и поехали! А меня зовут Тимофеев Олег, я с 2009 года занимаюсь строительством загородных домов, поэтому если вам интересна эта тематика, то добро пожаловать на наш канал. Можете сразу, чтобы потом не отвлекаться, поставить лайк этому видео, подписаться на наш канал, чтобы потом не искать эти видео в поиске, а получать уведомления о новых уходящих видео. И давайте разбираться со стоимостью строительства загородных домов. Первый момент, с которого я хочу начать. Во-первых, разобраться, что мы считаем наши дома по строительным квадратам. Это частый вопрос, который возникает, почему-то я каждый раз объясняю, но люди к нам обращаются и все-таки считают по внутренним, жилым. Итак, что такое строительные квадраты? Строительный квадрат — это дом. Вот если 10 на 10 он, то строительных квадратов там 100. О, запомнили? Если к нему прилепить второй этаж, сначала я сказал про одноэтажный, вот второй этаж, либо полуторный этаж, неважно, это уже получается 200 квадратных метров. Уяснили? Фиксируйте, чтобы потом не задавать лишних вопросов. Вот, и смотрите, очень важно. Мы рассмотрим сейчас комплектации разные абсолютно. Это начиная с базовой комплектации, заканчивая комплектацией Full House. Это дом, который максимально на предчастовой отделке вам, в принципе, остается поклеить там обойчики, ну, как говорится, постелить ламинатики и, в общем, с удовольствием завести туда мебель и жить. В общем, вот эти комплектации мы будем рассматривать, и я пойду сразу же по трём этажам. То есть, соответственно, трём вариантам этажей. Это одноэтажный дом, полутораэтажный дом и двухэтажный дом, потому что стоимость за квадратный метр этих домов, она различается, и это надо обязательно понимать и брать в расчёт. Одноэтажные дома до сих пор у нас дороже. Чудо не произошло. А теперь давайте разбираться с ценами. Итак, первая комплектация и свежие актуальные цены, которые мы обновили вот буквально только что, вот два дня назад, это базовая комплектация, это когда у нас фундамент, коробочка, крыша, ни окон, ни дверей нету, то есть, ну, вот перекрытие ещё может быть, не может быть, перекрытие межэтажное обязательно, бетонное, ну, и если кровельное там перекрытие, чердачное, как его называют, это деревянные балочки будут установлены. Хорошие деревянные балки, 100 на 200, а не досочка. Итак, по одноэтажному дому базовая комплектация на сегодня стоит 35400 за квадратный метр, по полутораэтажному дому, смотрите сразу, как различаются стоимость за квадратный метр, получается 25900 рублей, вот, и если дом двухэтажный, полноценные два этажа, то 27500 рублей, да, 27500 рублей. Смотрите, видите разницу? То есть, получается, самые выгодные дома по-прежнему остаются полутораэтажными. Вот, следующую комплектацию, которую мы с вами рассмотрим, это будет комплектация теплый контур с наружной отделкой, то есть, это когда уже вставили окна, двери, утеплили перекрытие, сделали снаружи фасад, делали цоколь фундамента и подшили карнизные свесы. Ну, когда дом снаружи похож на дом, но внутри там жить можно только с печкой и с ведром воды, вот, и с горшком. Вот, ну, смотрите, стоимость за квадратный метр такой комплектации получается 58350 рублей, если дом одноэтажный, если дом полутораэтажный, то стоит такой дом 45260 рублей. Ну, короче, округлите, 45300 рублей за квадратный метр. Вот, и если дом двухэтажный полноценный, то он по стоимости получается 46700 рублей за квадратный метр. Зафиксировали эти цены, переходим к следующей комплектации. И следующую комплектацию, которую мы рассмотрим, это white box. Раньше я говорил комплектация, например, теплый контур с инженеркой, да, то есть, с наружной отделкой. Вот, но вы понимаете, чтобы сделать, ну, нормальный дом, то вот что вы сделали инженерку, у вас все стены расштраблены, да, все равно это надо штукатурить и доделать. Поэтому мы одну комплектацию пропустим, а я вам сразу буду говорить про white box. Это когда у вас уже разведена электрика, разведена вода, канализация, сделана инженерка полностью, да, вот это отопление. И, соответственно, внутри у вас стены заштукатурены, то есть, они такие светленькие, на полах стяжечка, да, потолки полностью подготовлены к тому, чтобы их уже чистовым материалом подшивать. Кстати говоря, наиболее популярная комплектация для тех, кто идет в ипотеку. Видео про ипотеку есть на нашем канале, ссылочку вот сюда прикрепим. Так, и по white box. Одноэтажный дом за квадратный метр получается строительной площади, не забывайте, строительной 75700 рублей. Если дом у нас полутораэтажный, то 62600 рублей. И если дом у нас полноценных два этажа имеет, то 64000 рублей. Ну вот, собственно, у вас нарисовалась картина в целом, как вывести дом до предфинального такого состояния. И я вам расскажу еще сейчас про одну комплектацию, очень важную, которая называется Full House. Любители покера улыбнулись, кто не знает, что такое Full House, то это называется полный дом. Это то, что обычно строители базово не считают клиентом, а это уже все досчитывается в процессе, да, когда уже идет там приближение к смете. По той причине, что в зависимости от всяких модификаций дома, да, эти параметры могут очень сильно меняться. Поэтому, ну, как правило, их просто не считают, чтобы людей просто не пугать. А они денег действительно добавляют. Что туда входит на самом-то деле, чтобы вы просто понимали, это те же самые вентиляционные системы, вентиляционные шахты. Если удачно спроектировать дом, то их будет минимальное количество, и расположены они будут практически в одном месте. Если дом раскидан, там куча санузлов и всего прочего, то таких вентиляционных шахт у вас будет много, а, соответственно, это на круг добавляют вентиляционные шахты, выходы на крыши, отделка этих выходов. Ну, то есть, это не дешевое, как бы, удовольствие. Потом, также, это лестницы в полутораэтажных, в двухэтажных домах. Базовые, базовые лестницы. Смотрите, то есть, это не то, что деревянная такая, короче, как бы простая лестница. Это какая-нибудь бетонная, железная лестница, там железный каркас сваренный, уже просто подготовленный, да. И прочие доделки, например, там у вас там крылечко небольшое, да, соответственно, вот эти выступы какие-то, навесы над крылечком. Вот мы берем про небольшие части. И какие-то, может быть, элементы доделанные, такие как дренаж, там ливневочка, потому что все это важно, все это нужно, все это, как правило, идет как дополнительная услуга, которая досчитывается. И вот, для вас я раскрываю секрет стоимости вот этого фуллхауса. Теперь фиксируйте. Фуллхаус, одноэтажный дом, стоимость за квадратный метр 81 тысяча 300 рублей. Чувствуете, вот если вайтбокс был 75 700, то тут 81 300. Давайте просто прикинем для интереса, у нас разница получилась там условно в 6 тысяч рублей, ну чуть поменьше 5 500. Так вот, смотрите, если у вас дом получается там условно там 150 квадратных метров, то это по стоимости добавляет почти 800 тысяч рублей. Но 800 тысяч рублей на супер необходимые вот эти штучки, плюшки, то есть, поэтому эта стоимость, она оправданная, да. То есть, вот это не то, что строители захотели на вас навариться, это реально оправданная стоимость за необходимости. Теперь переходим к полутораэтажному дому. Стоимость фуллхауса за один квадратный метр получается 68 тысяч 500 рублей. Записали. Теперь двухэтажный дом, стоимость за квадратный метр, о, какая красивая цифра, ровно 70 тысяч рублей под ключ фуллхаус. Вот, бери прямо сейчас, не думай, заказывай двухэтажный дом и будешь ходить по лестнице на второй этаж в спальню, если молодой. А если как раз думаешь про то, что надо готовиться к пенсии, то, конечно же, бери дом одноэтажный. Тогда не придется бегать по этой лестнице и звонить жене по телефону, чтобы она спустилась вниз. Или наоборот, жене мужу, чтобы он спустился вниз. А я на этом заканчиваю эту интересную рубрику «Сколько стоит дом построить?». Надеюсь, она была для вас очень полезная. Вы всю информацию зафиксировали. Если не зафиксировали, то, пожалуйста, контакты нашей компании внизу в описании под этим видео. Можете звонить, обращаться. Вам, наши специалисты, с удовольствием посчитают дом. Можете, кстати, просто там оставить заявочку через сайт. Очень удобно. Они, соответственно, обработают эту заявку и вам позвонят. И вы узнаете, сколько стоит дом построить для вас именно. Также, кстати говоря, по ипотечной программе они вам с удовольствием поможут, расскажут. Потому что сейчас ипотека – это очень популярная история. 96% наших заказов – это все ипотечники. Поэтому явно, если вы смотрите это видео, то наверняка ипотека вас тоже интересует. А я заканчиваю этот ролик тем, что с вами прощаюсь. Спасибо, что смотрели его до конца. С вами был Тимофеев Олег. Всем пока и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok